Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Михаил и в этом видео мы начнем небольшой цикл видео, посвященный React Router. Осенью 2021 года библиотека React Router заметно обновилась и стоит освежить свои знания, либо получить, если знаний ранее не было полностью. На официальном сайте reactrouter.com есть новая документация, есть базовый туториал, как и что сделать. В рамках небольшого цикла мы будем от простого к сложному разбирать различные примеры и знакомиться с API этой библиотеки. У меня установлена сборка Create React App, удалено все то, что я не буду использовать и установлен React Router.com как раз с шестой версии и мы с ним начнем работать. Для того, чтобы роутинг был доступен, надо начать с того, чтобы обеспечить все наше приложение неким провайдером. Для этого мы идем и импортируем в нашу точку входа из библиотеки React Router.com компонент, который называется Browser Router. Он у нас должен быть родительским компонентом относительно всего нашего приложения. Это позволяет как раз сделать тот самый роутинг внутри нашего аппа. В аппе у меня пока что ничего нету, кроме шапки и какого-то дива. В аппе то самый роутинг и будет описываться. У меня есть в папочке SRC Pages, есть 4 страницы. Это главная страница, BlogPage, AboutPage, они все достаточно простые, ничего сверхъестественного. И некая NotFoundPage, которая будет также делать ссылку на главную страницу. Есть некое меню, как это сейчас выглядит. Вот так вот. Есть некое меню, но при клике на ссылки у нас происходит полная перезагрузка страницы. Если обратить на иконку в верхнем углу браузера, мы видим, что каждый раз все это дело обновляется. Кроме того, если мы откроем в DevTools вкладку Network, мы увидим, что у нас каждый раз полностью происходит перезагрузка. И одни и те же данные каждый раз грузятся. Как раз роутинг у нас предполагает некое SPA-приложение Single Page Application, которое позволяет не перезагружать страницу, а подгружать нужные данные. Именно этим роутинг и занимается. Чтобы нам сделать роутинг, нам также нужно будет импортировать уже в нашем аппе из React роутер дома несколько дополнительных вещей. Начнем с такой штуки, которая новая. И она носит название Routes. По сути, роуты. Плюс сами роуты нам понадобятся. Мы их будем описывать через компонент Rout. Кроме того, нам понадобится некий линк, чтобы как раз эти ссылочки насоздавать. Раньше был еще компонент Switch. Сейчас такого компонента нет. Его заменой как раз стал Routes, который действует несколько иначе. В данном случае вот эту штуку удаленную. Сейчас больше не понадобится. Но мне понадобятся как раз мои страницы, которые я заготовил. Потому что они будут использоваться на уровне приложения. Поэтому я скажу, что из главной страницы мне нужно импортировать главную страницу. Из About Page импортировать About Page. Ну и так далее. Здесь у нас будет блок. И здесь у нас будет Not Found. Если где-то опечатался, мы скоро это поймем. Как у нас будет выглядеть базовый роутинг? Шапку мы пока что оставим. В следующем видео мы увидим, как в новом подходе, шестой версии React RooterDome, отдельный компонент создается для шапки, футера и вообще общей некой разметки. Но пока что мы оставим как есть. Для роутинга у нас будет базовый компонент роуты. И дочерними элементами будет компонент роут. Как он у нас будет выглядеть? Мы будем говорить, что у нас есть роут на определенный адрес. Path. Здесь мы указываем конкретный адрес в браузере. Без имени сайта. Слэшик это наша корневая директория. По сути главная страница. И дальше мы должны указать, какой компонент за это дело отвечает. Для этого мы указываем проб, который называется элемент. При этом в элемент мы указываем сам компонент, вот моя главная страница, через JSX размер. Такой подход используют очень многие библиотеки. И в данном случае React RooterDome сделал некую унификацию. Позволяет использовать так же, как делают это многие другие. Если нам нужно передать какие-то пропсы в этот компонент, мы можем прямо здесь это спокойненько сделать. Опять же, для тех, кто работал с пятой версией React RooterDome, мы больше не используем компонент. Здесь мы не используем здесь рендер. И мы не используем вложенную историю. Раньше можно было сделать следующим образом. Можно было создать Root. Писать ему какой-то пасс. И в качестве дочернего элемента передать конкретную страницу. Сейчас так нельзя сделать. Есть логика почему. В рамках курса мы до этого доберемся. Пусть. В данном случае я хочу описать, что у меня будет страница About. У нее, соответственно, будет некий элемент. Этот компонент будет мой AboutPage. Что у нас там еще есть? Блок. Здесь у нас будет BlockPage. И в случае, если у нас ничего не найдено, мы указываем некий универсальный путь. Говорим звездочка. Во всех остальных случаях, если у нас ничего не найдено, пускай будет отрисовываться компонент, который назван NotFound. Таким образом, мы получили базовый роутинг. Пока что у меня не будет автоматически перехода без перезагрузки, но мы должны убедиться, что все это дело работает. Он говорит, что AboutPage не импортирован. Давайте посмотрим. Возможно, я опечатался. AboutPage. Да, здесь у нас просто компонент About. Давайте его заменим. About. И здесь About. Итак, мы попали на страницу, которая не существует. Возвращаемся на домашнюю страницу. Пробуем перейти в блоги. Блоги нам снова говорят, что они не существуют. Потому что у нас не блоги, а у нас посты. По крайней мере, там мы попали по посту. Вот здесь у нас посты. Ну, пускай будет посты. Ничего страшного. Здесь у нас теперь есть новости. О нас. И главное. Три разные страницы. Но пока что у нас поведение не используется. Все равно идет перезагрузка страниц. Сейчас мы это дело поправим. Но мы видим три разных содержимых. Каждый раз, когда мы кликаем, у нас содержимое меняется. Это как раз тот самый базовый роутинг. Чтобы у нас все дело было больше похоже на SPA, как раз используется компонент Link. В этом отношении ничего не изменилось. Мы говорим Link вместо ссылки обычной. И вместо href мы указываем Tool. На странице NotFound тоже была ссылка. Мы тоже заменим на компонент Link. Вместо A у нас Link и Tool. Как это теперь выглядит? Я иду на главную страницу. У меня не перезагружается. Весь контент. Я нажимаю блок. У меня подгружается только что-то точечное. Если мы все дело здесь очистим, перейдем на новую страницу, загружается какая-то порция данных. Порция данных. Порция данных. Все полностью остальное не загружается. Ни стилей, ни базовый бандл не загружаются. Это очень и очень круто. В целом базовый пример у нас готов. Несколько акцентов нужно сделать. Раньше у нас был switch. Он заменен на roads. У него есть своя логика работы. Более оптимальная. Раньше была возможность использовать некий ключик exact, который говорил, что только этот компонент в таком виде загружает, только если этот путь точно такой же. Были свои нюансы по использованию. В общем, exact теперь это дефолтное поведение. И все эти адреса у нас уникальные. Не получится так, что мы зайдем на about и полностью еще получим и эту отрисованную страницу. Раньше такое поведение было. Разработчики пришли к тому, что это странное поведение. И все, они должны быть как точный адрес указан. И только на этот адрес этот компонент будет работать. В следующий раз мы разберем, как заменить вот эту шапку на некий элемент того самого роутинга. Опять же, для этого отдельная возможность появилась. Мы ее разберем. На этом на сегодня все. Спасибо за участие. Увидимся в следующий раз.